Всем привет! Это канал Старт Живи с комфортом. Сегодня будет видео обзор автоматического пилетного котла мощностью 30 киловатт модель старт 30 гр. Котел используется для отопления домов площадью до 300 квадратных метров. Расскажу об особенности пилетной горелки, о требованиях к топливу в этом котле, покажу особенности теплообменника котла, основные функции и возможности автоматики пилетного котла. Также затрону все конструктивные особенности, которые есть в этом котле, которые влияют на удобство эксплуатации этого котла и на надежность самого котла. Пара слов про принцип работы автоматического пилетного котла. Эти котлы обеспечивают вам максимально высокий уровень комфорта который возможен при использовании твердотопливного котла. Топливо вы засыпаете вот в этот бункер пилетного котла, температуру устанавливаете на контроллере на блоке автоматики котла и далее котел автоматически подает топливо, обеспечивает подачу воздуха с помощью турбины внутрь горелки пилетного котла и обеспечивает стабильную температуру внутри системы отопления. Раз в несколько дней вам требуется лишь засыпать топливо в этот бункер. Объем бункера может быть как в базовой комплектации 300 литров, так и опционально 400-600 литров. При увеличении бункера у вас увеличивается время автономности пилетного котла, то есть на дольше будет хватать одного полного бункера и вы можете позволить себе уехать на несколько дней или даже недель и котел у вас будет обеспечивать температуру нужную, которую вы хотите поддерживать внутри вашего частного дома или производственного помещения. Точный расход топлива он зависит от погоды на улице и от той температуры, которую вы поддерживаете внутри вашего дома. Поэтому, уезжая в отпуск, вы можете снизить температуру внутри системы отопления и тем самым вы значительно сокращаете расход топлива, то есть вы можете обеспечить работу вашего пилетного котла на время вашего отпуска. Кроме того, подключив GSM-управление, GSM-модуль, вы можете удаленно с помощью своего смартфона управлять температурой, видеть температуру в вашей системе отопления. Поэтому, приезжая из отпуска или на выходные, перед тем как приехать вы можете поднять температуру до комфортного уровня и в доме, когда вы приедете, будет уже комфортно и тепло. Как правило, котел включается осенью и работает без какого-либо выключения полного до самой весны. По уровню комфорта этот котел сопоставим с газовым котлом, современным газовым котлом, но в отличие от газового котла, не требует подключения газовой трубе и более безопасной. Про то, как получить горячую воду с помощью этого котла или как управлять теплым полом с помощью автоматики этого пилетного котла или вторым контуром отопления, я расскажу подробно, когда буду рассказывать об особенностях автоматики этого котла. Итак, первое. Перехожу, так сказать, к мясу пилетного котла, к его сердцу, к пилетной горелке. Пилетная горелка располагается внутри топки. Такая горелка может работать на пилетах любого качества, белых, серых, а также на каменном угле фракции до 25 миллиметров. В пилетном котле Start используется чугунно-ретортная горелка, которая обеспечивает подачу первичного и вторичного воздуха, что обеспечивает очень низкий уровень вредных выбросов в окружающую среду, а также очень эффективное сжигание различного вида топлива. Отверстия для подачи воздуха вытянутые, поэтому они не забиваются и горелка в течение отопительного сезона не требует никакого обслуживания. Чугун выдерживает очень высокую температуру, потому что рассчитан на работу с каменным углем, поэтому даже через 10 лет эксплуатации вы не заметите следов выгорания вот этой части пилетной горелки, а также, скорее всего, вы не увидите никаких следов износа при правильной эксплуатации этого пилетного котла. Шнек используется большого диаметра, а сама спираль изготовлена из цель натянутой стальной полосы толщиной от 6 до 8 миллиметров, поэтому при работе котла такая спираль не погнется и прослужит вам очень долго. Мотор-редуктор используется европейский, который не требует никакого обслуживания, замены масла, еще чего-то и также показывает очень высокую надежность при работе как на пилетах, так и на каменном угле. Есть возможность подключения клапана пожарной безопасности, а также в комплекте идет датчик температуры шнека. Настройка пилетной горелки чрезвычайно простая и на нашем канале вы найдете несколько видео по тому, как настроить различные режимы работы пилетной горелки. В описании к этому видео будут приведены прямые ссылки на эти необходимые для вас видео. А для того, чтобы процесс настройки был максимально удобным и правильным топочная дверка имеет вот такое большое стекло, через которое вы можете контролировать процесс сжигания топлива и настроить вашу пилетную горелку максимально правильно. Кто-то может удивиться, но пилетный котел может также работать и на дровах. Для этого в комплекте с котлом идут чугунные колосники, которые вы кладете над уровнем пилетной горелки и можете без всякого труда сжигать любое твердое топливо. При этом поддержание температуры также обеспечивается этой автоматикой пилетного котла. А то как работает этот котел на твердом топливе на дровах у нас также есть на канале youtube отдельное видео, поэтому смотрите. Следующая часть котла это теплообменник. Теплообменник в котле старт используется жаротрубного типа с турбулизаторами и разделителями потока. Такая конструкция теплообменника позволяет максимально снимать тепло с дымовых газов прежде чем они выйдут в дымовую трубу. Дымовые газы меняют четыре раза свое направление прежде чем выйти в дымовую трубу. Все те места где дымовые газы проходят сквозь теплообменник они наполнены теплоносителем, поэтому тепло снимается максимально эффективно. Даже верхняя часть где находится патрубок дымовой трубы он также снабжен водяной рубашкой. Хороший теплообменник котла забирает тепло дымовых газов и позволяет достичь реального КПД до 90 процентов. При работе пилетного котла на теплообменных поверхностях может оседать пепел и другие различные отложения. Поэтому для того чтобы поддерживать высокий КПД вам требуется регулярно производить очистку всех поверхностей, которые передают тепло от дымовых газов в теплоноситель. Для того чтобы почистить теплообменник котла вам требуется первое это остановить котел. Для этого требуется нажать кнопку стоп на автоматике пилетного котла, выждать несколько минут и далее вы можете открывать дверку теплообменника. Дверка теплообменника у нас вот такая толстая. Толщина ее составляет 8 сантиметров специального теплоизоляционного бетона, чтобы при работе котла, где внутри находятся достаточно горячие дымовые газы, вот эта поверхность была не обжигающе горячая. Открыли дверку теплообменника, вытащили пластины турбулизаторов и дальше все поверхности вы без труда какого-либо можете идеальным образом очистить. Для чистки теплообменника есть специальные пластины скребки, которые вы можете использовать для приведения вашего котла в супер идеальное состояние. После того как вы почистили котел требуется поставить на место все пластины турбулизаторов, закрыть дверку теплообменника. Как вы уже заметили для того чтобы почистить котел не требуется полная стопроцентная остановка пилетной горелки. Вы выжидаете всего несколько минут для того чтобы прекратилось активное горение пилет, но раскаленные угли они у вас по-прежнему находятся внутри пилетной горелки. Но учитывая то, что для работы котла требуется дымоход с естественной тягой, то при чистке теплообменника, чистке горелки дым в помещении у вас не поступает. Вся чистка производится с передней стороны пилетного котла, что максимально удобно и сам процесс чистки очень чистый. После того как вы произвели чистку, закрыли все дверки, вы снова нажимаете кнопку старт для того чтобы котел продолжил работу в автоматическом режиме. Повторно его разжигать вам не требуется. Котел уже сам выйдет на нужный ему режим. Все до безумия на самом деле просто. Сейчас перейдем к автоматике пилетного котла, расскажу об ее особенностях, а потом снова вернемся к конструктивным особенностям этого пилетного котла. Управлять котлом чрезвычайно просто. Есть вот такой современный контроллер с ЖК экраном. Все на русском языке. Простое и логичное меню. Причем абсолютно все настройки вы можете сделать самостоятельно и бесплатно без вызова сервисного специалиста. Ничего не запаролено. И гарантия при этом сохраняется на этот котел. Вы можете настроить котел на работу с любыми пилетами и каменным углем. Настройка шнека и вентилятора доступна в широчайшем диапазоне. Итак, какие фишки имеет этот пилетный котел? Автоматика пилетного котла. Итак, базовая функция любого пилетного котла это поддержание температуры внутри системы отопления. Точность поддержания температуры составляет 1 градус. Уже в базовой комплектации вы можете подключить к автоматике этого котла внешней комнатной дачи, комнатный термостат и обеспечивать стабильную температуру внутри вашего дома, внутри помещения. Именно использование вот такого режима работы пилетного котла по датчику внутри помещения позволяет реально экономить топливо, пилеты, ваши деньги. Также можно подключить GSM контроллер и управлять температурой, контролировать температуру со своего смартфона или на компьютере через интернет. Многие работу пилетного котла без вот такого GSM управления сейчас просто не представляют. Мы также пользуемся этой системой и также поддерживаем температуру внутри у себя производственного помещения, что реально позволяет сэкономить топливо, деньги, пилеты и кроме того это просто комфортно. Не нужно думать сколько поставить сегодня градусов 70 градусов или там 40 градусов. Автоматика сама подбирает температуру внутри системы отопления для того, чтобы внутри комнаты, внутри помещения была стабильная температура. Несмотря на то что автоматика котла с одной стороны достаточно простая и с ней легко очень разобраться как ее настроить, но с другой стороны она позволяет управлять и бойлером косвенного нагрева. То есть вы можете получать горячую воду при использовании этого пилетного котла. И есть очень важный режим, это режим приоритета бойлера, который позволяет вам не остаться без горячей воды, когда кто-то начал интенсивно использовать эту горячую воду. Кроме того автоматика котла позволяет управлять еще насосом гидрострелки либо вторым контуром отопления, а также можно управлять теплым полом прямо с помощью этой автоматики пилетного котла. Возможностей действительно у автоматики очень много. И еще одна мелочь, но она достаточно приятная. Экран и индикатор температуры у вас всегда включен. То есть проходя мимо, мимо котла вы всегда можете видеть, что котел у вас работает. Видно какая температура. Не нужно нажимать никаких кнопок, чтобы узнать в каком режиме у вас находится пилетный котел. Вы подошли и сразу видно. Кроме того цвет экрана, вот этот ЖК экран он меняет свой цвет в зависимости от того в каком состоянии находится ваш пилетный котел. Красный цвет будет сигнализировать о том, что произошла какая-то аварийная ситуация. Еще одна крутая фишка к этой автоматике, к этому контроллеру можно подключить дополнительную выносную панель управления. То есть полностью продублировать все индикаторы, все кнопки, которые есть на этом контроллере и вывести эти кнопки в другое помещение. То есть можно видеть полностью состояние котла управлять настройками, не заходя в котельную. Котел занимает очень мало места в котельной, потому что обслуживание котла производится только с передней его части. Теплообменник, топочная часть, зольник. Все расположено на передней части. Сверху котла, в задней части котла нету никаких лючков, которые вам требуется открывать и производить чистку. Поэтому некоторые даже полностью прижимают котел задней частью к стене. Тем самым этот котел можно расположить даже в очень маленькой компактной котельной. Дымоходный патрубок у котла находится на верхней части теплообменника и это очень большой плюс, так как это экономит пространство в котельной и кроме того упрощает чистку вашего дымохода. Вот пример того, как мы рекомендуем делать обвязку дымохода на выходе пеллетного котла. Первый элемент, который ставится на выходе котла тройник. Почему тройник, а не отвод на 90 градусов для того, чтобы вот этот тройник позволял вам открыв вот эту заглушку прочищать вот этот наклонный горизонтальный участок вашего дымохода, где будет скапливаться достаточно большое количество пепла. И имея вот такую возможность легкую для чистки вы экономите свое время. Обращаю внимание, что труба обязательно должна быть с конденсата отводом. Труба должна быть из правильной нержавеющей стали и зонтик на конец дымохода мы не рекомендуем ставить. То, как правильно и неправильно делать дымоход, ссылки на эти видео будут в описании к этому видео. Поэтому обязательно посмотрите, потому что некоторые клиенты допускают очень нехорошие серьезные ошибки. Поэтому учитесь на ошибках других, а не на своих. Достаточно часто котел старт используется в самотечных системах отопления. Поэтому мы делаем патрубки обратки и подачи 2 дюйма. Подача и обратка. Причем патрубок обратки находится максимально низко к полу, что облегчает монтаж самотечной системы отопления. Мы уделяем особое внимание надежности и прочности наших пеллетных котлов. Во всех пеллетных котлах, а также твердотопливных котлах используется сталь толщиной 6 миллиметров. Внутренние и наружные стенки котла изготовлены из стали 6 миллиметров. Причем самая ответственная часть в котле это топочная часть. Она имеет двухсторонний провар швов. То есть шов проварен со стороны водяной рубашки и со стороны огня. Не каждый производитель котлов делает такие качественные проваренные швы. Кроме того все наружные швы, а также швы теплообменника, они варятся роботом Кука в режиме высокой мощности. Поэтому получается очень глубокий провар этих швов. И кроме того швы получаются ровные, одинаковые. Там где круг, это круг идеальный. И несмотря вот на такие внушительные размеры, вес 420 килограммов, этот котел легко заносится в любую котельную, в любые дверные проемы. А почему так? Потому что котел поставляется вам в разобранном виде. Отдельно вы получаете теплообменник котла. Вот этот кожух синий он у вас снят и идет в отдельной картонной коробке. Дверки вы также можете снять и облегчить вес котла. Горелка она у вас снята. Ее вес около 60 килограммов. Топливный бункер снятый. Днище у котла оно гладкое, поэтому котел очень легко закантовывается в любые помещения, устанавливается. А далее вы его собираете. То как собрать котел, сделать первый запуск котла, подключить датчики, настроить на канале youtube, на нашем канале youtube есть все необходимые видео. Ссылки на эти видео будут также приведены в описании к этому видео. Поэтому смотрите и делайте правильно. И даже при самостоятельной сборке пеллетного котла старт мы предоставляем вам полную гарантию на все элементы и на корпус котла и на электронику котла. Поэтому если вы делаете все сами, у вас есть реальная возможность экономить. Не нужно платить деньги за первый запуск, за ввод в эксплуатацию. Сделали сами, собрали сами. Все вы получаете также гарантию на электронику и на сам котел. Все консультации мы производим бесплатно. Если что-то непонятно, то лучше позвоните, спросите, чем сделать что-то неправильно. И самая последняя особенность пеллетного котла старт, о которой я практически никогда не говорю, но клиенты упрекают меня, почему я об этом не сказал. И на самом деле это приятная особенность пеллетного котла. Во всех пеллетных котлах старт мощностью от 20 до 50 киловатт имеются уже встроенные электрические тэны. То есть вы можете использовать пеллетный котел старт не только как пеллетный котел, но и также как электрический котел при соответствующем подключении к электроэнергии. В котле встроено три тэна по три киловатта. Суммарная мощность тэнов составляет 9 киловатт. Таким образом котел старт оправдывает все ваши ожидания. Котел обладает богатым набором функций, высокую надежность и кроме того он очень удобен в обслуживании. О чем нам постоянно говорят наши покупатели, что все в котле продумано, все здорово, ничего менять не нужно. Потому что мы очень часто спрашиваем своих клиентов, просим дать обратную связь, чтобы они хотели поменять в этом котле. Ну все нормально, нечего здесь менять, все классно. Как я уже сказал ранее в описании к видео будут даны ссылки на все необходимые видео, которые касаются эксплуатации, настройки, сборки пеллетного котла старт. Кроме того рекомендую подписаться на этот канал youtube, чтобы быть в курсе самой последней информации. Видео на канале появляется раз в неделю по понедельникам. Это видео про котлы, про систему отопления, а также различные полезные советы. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока. А для тех кто досмотрел это видео до конца в описании к этому видео я оставлю промо-код, который позволит вам оформить заказ на котел старт с очень хорошей скидкой. Поэтому используйте этот промо-код при оформлении заказа в нашем интернет-магазине. И это сто процентов пока.